Гидфан на связи? Соскучились по большим обзорам? Я да! И вот сегодня у нас будет очень необычное видео по самому странному кораблю, что мне довелось играть. Худший линкор ветки Британии и жемчужина для изысканных тактических гурманов. Монах. В этом видео покажу типичный бой на этом линкоре со сбивками на конкретной ситуации, чтобы было более показательно. Но если коротко, моих стульев сожжено немало, но у вас все будет проще, ведь сейчас я расскажу какие ошибки лучше не повторять. Расскажу всю историю с самого начала, чтобы вас не смутил мой вывод по кораблю в финале. Но перед этим я расскажу вам, как без труда получить дублоны в мире кораблей. Хочешь получать дублоны бесплатно? Начни майнить их с Goldify. Твой компьютер будет зарабатывать, пока ты отдыхаешь. Мой реферальный код поднимет твой заработок на старте. Скажу без приукрас. Знакомство с монархом у нас не ладилось долго. В первом же бою вражеский тайха подарил мне флаг от детонации. Какой добряк оказалось, подумаете вы сейчас. А вот у меня тогда загорелось. Если у вас, кстати, горело от этого корабля, то ставьте лайк, узнаем, как многие смогли раскусить данный линкор. Но чё-то отвлекся. Продолжало гореть у меня на протяжении 22 боев, когда я всеми силами вгрызался в кактус и пробовал играть на монархе, как на типичном британском линкоре. Я матерился, ругался и даже стал проходить корабль в отряде, подбирая для этого обзора самые неприятные и ругательные слова, которые показали бы степень моего разочарования, но при этом за которые меня бы не забанил ютуб. Ну а потом случилось прозрение и словно голос с небес прозвучал в моих ушах. Плюнь на комфорт, на повадки, которые прилились другими линкорами уровня и начни играть в ультимативную адрессию. Такие люди редкость. В трудную минуту они делают шаг вперед. Почему я прислушался к этому голосу? Ну не знаю, наверное все достаточно просто. Я хотел пройти линкор ручками, хотя бы из-за халявного камуфляжа на свободку, но гореть больше не хотел. А отказываться от привычной тактики было непросто, даже несмотря на то, что в ТТХ монарха было сложно найти хотя бы один годный для линкора данного уровня параметр. Ну не верите? Так проверим. С живучестью тут серьезные проблемы. ХП мало, броня есть, но она сомнительная. Иногда удивляет, но иногда и влетает очень больно. На дистанции нас сжигают только в путь. Встреча с парочкой Чапаевов – это обычно билет в один конец, до порта. А еще в довесок сравнительно слабая ПТЗ, с чем вы, конечно же, можете поспорить. У Норки ПТЗ хуже, у Бисмарка и терпится на том же уровне. Но знаете, что различает данные корабли? Наличие сильной дальней ауры ПВО. Именно она станет основной преградой перед сбросом торпед. И вот знаете, на Монархии ее нет. Мощь ПВО сосредоточена в средней ауре. Она, конечно, зубастая и самолеты сбивает, но только здоровье сохранить совсем не помогает. И потому, уж не знаю, как у вас, но у меня самая большая головная боль возникала при игре на Монархии с авиками в бою. Прям без вариантов. Ищем фланг с ПВО кораблем и надеемся на чудо. Артиллерия 381 миллиметр, что же опять слабовато для восьмерки. Тем не менее, 9 стволов на Монархии это лучше, чем 8 натерпится. При этом у данных кораблей в плане ГК еще куча схожих черт. Плавающая меткость, к примеру. То белки в глаз на максимальной дистанции, то разбрызгивание снарядов на средней. Время перезарядки схожие, а вот шанс на пожар и мощь фугасов у Монарха заметно выше. Это может подтолкнуть вас к неверному выводу. Британские фишки апнутых фугасов тут нет. Леон, линкор выше уровнем, обладает шансом на пожар 49%. Кинг Джордж 5 на 7 с 356 миллиметровыми поливалками имеет шанс на пожар с попадания 41%, а вот Монарх в этом семействе видимо приемный, с большим калибром шанс на пожар уменьшился, потому сжигать рандом вокруг не то чтобы получится. Потому я предлагаю вам основным видом вооружения выделить бронебойные болванки и переключаться на фугасы лишь если вас танкует носом какой-нибудь бисмарк. Кроме того, есть еще минус стволов, дальность стрельбы тут слабая. Потому попадая на океан с десятками, вы ощутите мир боли во всей красе, с которыми вы даже не сможете ничегошеньки сделать. Такие бои, если честно, бесили больше чем детонации с торпеды от авика, ведь авик хотя бы был милосерден и утопил сразу. А вот на океане при свете вам гарантирован фокус тех, до кого вы даже не дострелите. Беда. Ну ладно, это опять у меня какие-то фантомные боли. Вернемся к ТТХ. Ходовые качества у корабля сомнительные. Монарх не выделяется ни в максималках, ни в радиусе циркуляции, а время перекладки рулей вообще боль. Опять же причина для авика атаковать именно нас. Но есть во всех этих минусах один плюс маскировка. Она близко к рейсерской и ее есть смысл улучшать. Ведь в полном фарше засвет корабля с 10 километров в 900 метров. И это боль для корабля, который идет к нам портом или полуразвернут. Залп бронебоек будет фатален, а к моменту реакции на наше появление мы успеем развернуться при желании и уходить. Хотя я чаще всего продолжал давить, если силы были более-менее равными. Кроме того, вот как в этой дуэли с Миссури незаметность помогала еще отследить залпы противника и начинать бой только тогда, когда он в разрядке. То есть дальше заметьте, пожалуйста, я слежу за Миссури, стволы заряжены, но тем не менее не стреляю. А после залпа Миссури начинаю его уничтожать. К моменту, когда он зарядит свои стволы, я оказываюсь обратно вне засвете. И потому получается урон в одни ворота. Но если вдруг ситуация иная и мы встречаемся с большим количеством противников и шансов у нас в такой дуэли не будет, то разворачиваемся и топим. Фокус переживаем, дистанцию разрываем и уходим опять в инвиз. Реально, это рабочая схема и для линкора она, если честно, мне казалось странной, но на практике она работает хорошо. Да и к тому же альтернатив-то у нас вообще и нету. А мои опасения того, что такой билд будет очень некомфортным, не оправдались. При раскачке в живучести было намного сложнее выжить и урон при этом я набивал меньше. Да и старался держаться на крайних дистанциях боя, выжигая противников. Кстати, наверное, самое время показать вам тот билд перков и модернизации, что мне показались полезными в такой тактике. Основное вооружение, так как башни выбиваются часто. Система наведения позволяет чаще давать кучные залпы, что при условии тактики от первого залпа важно. Обидно подкрасться к цели и вместо залпа на поллица обдать его брызгами. Третий стандартный для линкора слот на живучесть, а четвертый слот дополняю рулями. В пятый слот я взял маскировку. Для тех, кто хейтит мой стиль игры от маскировки, я открываю сезон ваших шуток про линкор в инвизе. С перками примерно та же беда. Кэп полупрокаченный, потому о полноценном билде еще не стоит речи. Но самые важные перки это приоритетная цель, мастер-наводчик для комфортного подруливания для выстрела. Хотя, если вы играете в две башни на сближении, то отчаянное будет самое оно. В любом случае, в конце оба перка, как по мне, должны поместиться в билд. Третья ступень в качестве открывашки основы борьбы за живучесть или суперинтендант. Ну а потом маскировка. Взятие перков на живучесть я ставлю под вопрос. Первый, мой опыт с противопожаркой как бы подсказал, что с монархом это не проходит. Потому я думаю взять дальше в свой билд суперинтендант. Последние три очка планирую потратить на бдительность из-за слабой ПТЗ. Но так как линкор нельзя назвать маневренным, я сомневаюсь на этот счет. А что думаете вы по этому поводу насчет бдительности на монархе? Пишите в комментариях. Итоговых советов могу дать мало. Главное перебороть страх и пойти в атаку. А для тех, кто думает, что британский линкор это корм, и у него нет шансов в честной арт-дуэли, и то, что на нем идут в атаку только лишь умалишенные, я вот таким людям покажу боевой момент, где случайно я зашел очень глубоко в атаку, и поэтому выбираться оттуда живым было уже нереально, и потому стал разменивать свое хп максимально выгодно для себя. Хотя, если бы не остров, я бы начал отступление, потому как идти в двойную дуэли с семеркой и восьмеркой против восьмерки девятки, это немного не в нашу пользу, и шансов изначально было мало, к тому же союзник не торопился помогать. Тем не менее, размен был долгий, потный, и мне кажется, если бы я сделал меньше ошибок на нервах, то получилось бы разменять себя еще намного дороже. А вот на большой дистанции лично мне не понравилась игра на данном линкоре. Пожары редкие, рандомные, да и получаем мы на дистанции серьезно, а вот в ответ раздать не можем, калибр не тут. Кроме того, в боях на этом уровне мне почти каждый раз попадались авики, а не наша главная угроза. Отсутствие ПТЗ и заточенности в игру от инвиза делает нас уязвимыми к налетам торпедоносцев и постоянной лампе, потому в этих случаях я предлагаю вам строить свои бои вокруг ПВО крейсеров. Порой потеря пары эскадрильей в начале боя для авианосца становится веской причиной вести боевые действия где-нибудь на другом фланге. Ну а если такого крейсера, как Михаил Кутузов, к примеру, рядом нет, то объединитесь в ордер хотя бы на первую часть боя с другими линкорами. В этом случае, конечно, придется поиграть на дистанции нашего ордера, но лучше так, чем путевка в порт в первые минуты боя. А вот в боях с обилием крейсеров, с балансом плюс-минус один вообще оптимально, линкор реально тащит. Наверное, это один из лучших охотников за крейсерами именно за счет засвета на дистанции, когда станковать нас уже практически нереально, а если поймать цель в борт, то тут вообще все решено. Жаль, такие бои редкость, но именно в них есть шанс насладиться всеми особенностями данного корабля, без исключений. Ну а теперь давайте досмотрим тот самый типичный бой, с которого начиналось видео и я расскажу, что как и почему. Хотя тут на данный момент, мне кажется, все крайне понятно. Бой идет уже к своему логическому завершению. Да, я попытался изюма пробить в борт, но, к сожалению, не зашло. Вражеский линкор уже успел отвернуть и начинает от нас уходить. Чуть-чуть поторопился с залпами бронебоек, начал заряжать фугасы, потому как видел, что угол совсем не оптимальный для стрельбы бронебойками, но потом уже был налет авика и, к сожалению, вот сейчас, когда идет полубортом по 20-30 градусов ко мне линкор, по идее можно было бы зарядить и бронебойки, но из-за острова, да и заряженных фугасов я не смог этого сделать и упустил прекрасную возможность для нанесения урона. Тем не менее, как вы видите, бойцов в этом бою осталось совсем мало и у меня есть такой вот большой вопрос, что же делать дальше? Преследовать хипера, брать точку С, если вдруг ее сейчас там захватят, либо в традициях инвизного линкора подобраться к Донскому и быстро его уничтожить? Я думаю, для тех, кто слушал меня внимательно от начала и до конца, не будет сложной загадкой данный вопрос. Конечно же, я выбрал Донского и, как видите, тактика подкрадывания к нему работает на ура. Дистанция будет 13 километров и я начинаю стрелять по Донскому, только потому, что там рядышком остров и я подозреваю, что очень скоро Донской захочет спрятаться именно за него. Сокращаю скорость максимально, дожидаюсь удобного момента и делаю залп. Всего-то навсего успел двумя носовыми башнями сделать выстрел, но тем не менее Донской отправляется в порт. На этом типичный бой монаха закончен и вердикт мой прост. Корабль необычный, интересный, но отчасти зачастую слишком рандомный и зависимый от сетапов команд. Играть с Оу на нем сложно, обилие авиков в боях делало мои бои зачастую малокомфортными, но тем не менее, в итоге я смог раскусить данный корабль. И первые 20 боев на нем, пока я его раскусывал, показались самой большой ошибкой в прохождении монарха. Ну а теперь, когда вы посмотрели это видео, я надеюсь, что у вас получится сделать прохождение данного корабля комфортным с самого первого боя. Потому ставьте лайк, если видео было вам полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, если вы по какой-либо причине этого еще не сделали. Ну и также не болейте. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok